Ожидание этого первого было так хорошо принято, и нам всем он нравится. Так что я думаю, что мы все вошли с просто обжигающими ожиданиями, и мы возвращаемся в места, уже знакомые, но это новее, это больше, это грандиознее, это всё, что было и больше. Когда я узнала, что мы начинаем буквально с того места, где закончили, это было для меня окончательно продолжением. Мне иногда сложно, когда время проходит, ведь всегда гадаешь, что стало с персонажами, но тут зрители и мы, как персонажи и актёры, мы продолжаем с того места, где мы остановились, и просто продолжаем развитие персонажа, что замечательно. Так что мы начинаем буквально с конца. В самом начале, думаю, что интересно то, что произошла смена характера. Вот, как я поняла, от матери-защитницы Бена Гессерид, путешествию Пола и его принятию ответственности и решению Пола, а также леди Джесси Кесси, которая потеряла планету, народ, мужа или партнёра. Возможно быть более уязвимым, а затем быть кинутым в неизвестное избранно-панавлом, чтобы войти в это. Очень враждебная обстановка, где все её щупальца постоянно на показ. Больше всего говорили о Джессике. Мне было любопытно, как он видит её изображение. Персонаж, который знает многое, должен уметь чувствовать себя уязвимым. Мне всегда интересно углубляться в уязвимость и в тот факт, что она постоянно заботится о своих детях. Всё время говорил Дэнни, моя мантра для неё. Я знаю, что мой путь правильный, но не могу протолкнуть пророчества. Всё, что происходит, должно занять своё время. Это игра терпения. Мы много говорили об этом, так как я, как Ребекка, действительно хочу показать это. Я с нетерпением жду. Он продолжал говорить, что это спокойное сидение. Это позволяет всему разрешиться перед тобой и принятие решений, основанных на движении пророчества перед вами, если понимаете, о чём я. Для меня в ней две отдельные сущности. Когда она преподобная мать, которая преобладает в фильме. И то, что было до этого. Это два разных персонажа. Хоть и одна и та же Бенни Гессерит. Её просвещенность знаниями, и вдобавок к этому, у неё очень успокаивающее чувство стабильности, это постоянная тишина, когда слова произносятся. Она в четырёхстотом измерении за этим. Что бы мне ни пришлось делать, чтобы войти в это состояние, но при этом пытаясь взять всё это и отбросить всё, и сделать её как можно более схожей с нами, потому что я считаю, что персонажи, которые кажутся нам близкими, даже если у них есть сверхспособности, и они, выдающиеся, намного ингреснее. Между ними и Тимати просматривается прекрасная эволюция, о которой я часто говорю. Бывало у нас и прекрасные сцены, как в тот раз, когда отправили Джессику. Юг, Пол, Чани, всё будут бороться на севере. У нас свои причины, препятствия. Мы поддерживаем друг друга, но мы противопоставлены на протяжении фильма. И был момент, я увидел, как Тимми играет. Я прочитал это по-другому. Он довёл это до зрелого уровня, где нет обвинений, нет юношеского развития. Вновано на понимании и принятии, что мать фундаменталистка и верующая. Как он это воспринимает, какое путешествие он решает совершить, выбор, но маленькие моменты прекрасны. В смысле, этот состав невероятный. Знаете, даю много интервью, часто в одном и том же фильме, но не встречаемся, как, например, с Лео. Не встретились в этом фильме. Пути не пересекаются. Кристофер Уокен и я рады получить таких, как Флоренс Пью и Остин Батлер. Это просто замечательно. Не о признании, но о том, что делаешь. Я знаю персонажей. Я знаю пола. Знаю все более Чани, Герни и Стилгара. Персонажи укоренились. Новые актеры приносят уникальность. Все мы создадим что-то феноменальное. Но я был притянут к Кристоферу Уокену и Шарлотте Рэмплинг. Мне нравятся истории. Сдавал им вопросы. Они становились моим временем историй. В конце концов, приходило больше людей. Это было похоже на костер с рассказами. Все, что нам нужно было, это зефир и палка. Интересно, это отражает ли Дэнни в актерском составе? Или люди меняются с ним, ведь нет эго, которые портят атмосферу. Это так. Это очень дружелюбно. Это очень добро. Все держат пространство друг для друга. У каждого возможность быть собой, чувствовать себя в безопасности и выразить, что хотят. Это уникально. Не означает, что присутствующие здесь люди не выдающиеся. А не так. Думаю, в создании атмосферы Дэнни есть что-то. Как мы с Дэнни говорили, у Дэнни фетиш на ткань. Хотелось бы, чтобы это зациклилось. Дэнни надевает головной убор, платье, потом накидку с капюшоном. Но что-то пропущено. Всегда есть лишний кусок ткани. Потом он говорит, нет, 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 нет. Есть что-то еще. Еще один кусок ткани и вишонка на торте. Затем кусок ткани над головой. Как актер, не хочешь закрывать лицо. Ведь может быть ошеломленный человек. Он всегда находит момент, чтобы пролить свет. Грег просто делает все стоящим. А вот чертовы ткани. Они такие тяжелые. Потом смотришь, и оно кажется неземным. Это Дэнни. Он создает форму. Она не идеальна. Она вне времени. Напоминает прибытие. Помните? Огромные инопланетные существа. Форма. Она пересекается мостами. Я делаю это для него. Закрою лицо для него. Если мы живем где грандиознее, больше лучше для описания развивающегося. Это неверно. Оно может стоять на месте. Это рассказывать истории. Это гениальность в тишине. Это моменты. Это локации. Это пойти в пустыню в Адирам. Найти новые ракурсы, декорации, острые края. Это все, что можно ожидать. Это другая история. Советую смотреть первый фильм. Но можно прийти и смотреть второй. Он отдельный. Этот мастер переходит от малого к большому, чтобы измениться. Это неожиданно. Это эмоционально. Это катарсис во всей красе.